Приветствую всех на нашем канале! Наверное, ни для кого не секрет, что мы все ждем того самого момента, когда можно будет зайти в теплицу не для того, чтобы вести битву за урожай, а для того, чтобы просто наслаждаться плодами своего труда. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной пройтись по этой теплице и посмотреть, какие же сорта и гибрида здесь растут, и хотя бы внешне оценить их по достоинству. Пойдемте! Итак, первый гибрид, на который я хотела бы обратить внимание, это визажист. Это наша новинка. Томат через ранним сроком созревания. Кисточки простые, очень красивые, компактные, с небольшими плодами округлой формы, такой правильной красивой формы. Глянцевые плоды красно-розового оттенка, массой примерно 20-25 грамм. Плоды очень сладкие, очень вкусные, очень сочные. И обратите внимание, на компактность растений. Междоузли короткие, несмотря на то, что кисти формируются через каждые 2-3 листа, междоузли очень короткие. Поэтому количество плодов на одном растении достаточно большое. С одного растения вы за сезон можете собрать до 3,5 килограмм вот таких вот вкусных красивых плодов, которые, конечно же, идеально подходят для свежего употребления, но прекрасно подойдут и для консервации. Еще один томат черри, на который бы я хотела обратить внимание, это черри лулу. Здесь плоды также небольшого размера, около 20-25 грамм, но растения мощные, рекомендуем их вести в два стебля, не более того. Междоузли также очень короткие, и эти плоды отличаются тем, что они очень долго могут лежать. То есть эти плоды относятся к типу ЛСЛ. Они могут лежать в холодильнике до полутора месяцев. Ну а на кустах мы сами прекрасно видим, что они не осыпаются, поэтому подходят для сбора урожая целыми кистями. Вместо того, чтобы растрескиваться или осыпаться, плоды просто-напросто завяливаются. Количество сахаров в плодах увеличивается. Плоды действительно необыкновенно вкусные, сладкие, и также я рекомендовала бы их для потребления в свежем виде, ну и для консервации. И с учетом того, что они прекрасно вялятся, возьмите это на заметку и попробуйте завялить этот гибрид. Один из самых интересных и один из самых вкусных гибридов в нашей линейке это черри софа. И на мой взгляд, это мой фаворит. Потому что действительно очень красивые растения с необыкновенно яркими, сочными, такими янтарными плодами. Ну и 10 баллов из 10 я даю вкусу этих плодов. Плоды небольшого размера, примерно 25 грамм вес у них. Плоды очень плотные, но при этом обладают нежной, хрустящей такой структурой. Казалось бы, несовместимые понятия нежная и хрустящая. Но поверьте, если вы однажды попробуете плоды черри софы, вы точно не останетесь равнодушными. Потому что они сладкие, очень действительно вкусные, обладают каким-то таким фруктовым ароматом и вкусом. И большим плюсом является то, что плоды не осыпаются, могут собираться целыми кистями и лежат эти плоды в холодильнике до двух месяцев. Лично проверяла и поэтому всем рекомендую данный гибрид. Гибрид, который немного похож на черри софу, это гейша. Похож, наверное, только цветом. Плоды здесь покрупнее, около 30 грамм. Они более сочные, они прекрасно подойдут для свежего потребления. Ну и отличаются они еще и очень красивым, маленьким, элегантным носиком. Такой гибрид прекрасно будет смотреться не только в салатах, но и в консервации, благодаря тому, что обладает прочной корочкой, которая не растрескивается. И еще один гибрид, который действительно достоин того, чтобы его сажать в теплицах. Это зимняя вишня. Плоды очень похожи на плоды спелой, вкусной, сочной вишни. Они такие же сладкие, такие же красивые, округлые формы, массой 25-30 грамм. И посмотрите на идеальные кисточки. Завязываемость плодов начинается над седьмым-восьмым листом, что довольно-таки не свойственно высокорослым гибридам. И при этом, посмотрите, растения мощные, они с короткими междоузлями и плодов огромное количество. И особенностью этого гибрида является то, что он холодостойкий. Поэтому до самых-самых холодов вы будете собирать урожай. С одного квадратного метра этот гибрид способен дать до 20 килограмм вот таких вот плодов. Ну а еще большим плюсом является то, что в плодах повышенное содержание сахаров. Поэтому они необыкновенно сладкие. Идеально подходят для сбора целыми кистями. Прекрасные в свежем виде и, конечно же, в консервированном. И попробуйте данные плоды заморозить. Поверьте, что зимой вы будете наслаждаться также вкусными плодами. Коричневоплодными томатами, наверное, сейчас уже никого не удивить. И в нашем ассортименте тоже есть такие томаты. Причем разные по весу и по форме плодов. Есть и крупные, есть и мелкие. Но сегодня я остановлю свой обзор на томате, который относится к коктейльной группе. Это томат бурый коктейль. Бурый, потому что его оттенок действительно напоминает такой, знаете, бурово-медвежонка. Коричнево-красный с какими-то медными отливами. И при этом еще и красивые золотисто-зеленые какие-то разводы, штрихи. Ну невероятно красивый действительно томат. И при еще и невероятно вкусный. Дело в том, что в плодах такого томата повышенное содержание сахаров. Он великолепен в свежем виде, прекрасно подходит для заморозки и консервации и отлично вялится. Причем вялится уже на кустах. Плоды не растрескиваются, хорошо транспортируются и хранятся. И обратите внимание, что действительно они завяливаются на кустах и при этом количество сахаров только увеличиваются. Вкус невероятный, похож на какой-то тропический фрукт. Поверьте, что такой гибрид действительно достоин своего внимания. Конечно же, когда смотришь на такую картинку на экране, невольно задаешься вопросом, как вы достигаете таких урожаев? Ну, конечно же, сразу хочется сказать о том, что все дело в качественных семенах. Но не только семена играют роль для того, чтобы мы собирали такие урожаи. Это правильная агротехника. Мы всегда рассчитываем, в какие сроки посадить томаты. Мы всегда просчитываем, в какие сроки высадить рассаду для того, чтобы она была крепкой и здоровой. Естественно, мы используем качественный грунт. Конечно же, мы мульчируем свои посадки. Мы следим за правильными и качественными поливами. Потому что качественный полив это очень большая польза для томата. Потому что если мы не доливаем или переливаем, все это сказывается негативно на урожае. Ну и еще мы используем хорошие качественные удобрения. Конечно, кто-то может использовать минеральные удобрения. Мы используем органические и результаты налицо. Но кроме удобрений в течение сезона мы обрабатываем свои растения с помощью органических стимуляторов. В частности, мы применяем на томатах вот такой прекрасный препарат от Organic Mix, который называется Аминорост. Благодаря использованию этого витаминного аминокислотного комплекса наши растения лучше усваивали питательные вещества из листьев и корней, повышалась фертильность пыльцы и завязываемость плодов. Ну и созревание плодов стало более быстрым. И, конечно же, вкусовые качества томатов тоже стали значительно выше. Расход у препарата очень удобный. Всего 4 грамма необходимо для того, чтобы развести в одном литре воды. И этот раствор можно как поливать, так и опрыскивать им растения. Усваиваются все элементы, которые находятся в препарате великолепно и через листовую пластину, и через корень. Применяем препарат мы регулярно каждые две недели. И результат, как вы видите, налицо. Ну и еще два гибрида, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Это также наши новинки. Это FIFA и DjurJur. Они очень похожи, созревают примерно в одно и то же время, но отличаются формой плодов. И небольшие различия есть в массе. У FIFA форма более вытянутая, цилиндрическая и имеется небольшой аккуратный носик. Плоды красного насыщенного цвета, очень вкусные, очень сладкие, прекрасно подходят для свежего потребления и отлично себя показывают в цельноплодном консервировании. Можно их завялить и замариновать. Плоды у DjurJur имеют обратно яйцевидную форму и очень красивый аккуратный носик. Завязываемость плодов начинается очень низко и продолжается до самого верха. Урожайность просто великолепная. Вкусовые качества также на высоте и также этот томат может использоваться в свежем виде и для всех видов переработки. Ну и конечно попробуйте этот томат заморозить. Сами видите, что результат вас удивит зимой. Ну что ж, август это самое время для того, чтобы наслаждаться внешним видом своих растений, наслаждаться вкусовыми качествами плодов, которые мы вырастили. И самое время для того, чтобы подумать о тех сортах и гибридах, которые вы будете выращивать в следующем году. Я думаю, что видео было для вас полезным и вы обязательно захотите хотя бы один из этих гибридов посадить на своем участке в следующем году. Для этого вам нужно просто посмотреть в нашем интернет-магазине все новинки и вообще все томаты, которые у нас есть в ассортименте. И не забудьте, что для того, чтобы получать такие прекрасные урожаи, нужно взять не только томаты, но и амино-рост от Organic Mix. Ну а массу полезных видео вы всегда можете найти на нашем канале YouTube, а также полезные информации есть на нашем канале Яндекс.Дзен. И не забывайте, что мы всегда есть в сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Ждем вас там! Субтитры подогнал «Симон»!